В ПГУ большая стройка. Реставрируют фасады, меняют окна, обновят и памятник Шевченко. Накануне его демонтировали. Постамент Кобзарю приведут в порядок и сделают новое основание. Такая картина сейчас возле университета. На месте памятника Шевченко бетонный постамент. Самого памятника нет. Его демонтировали накануне. Памятник находился здесь. Что мы видим? С моей точки зрения, я бы обратил внимание, что, допустим, бетонное основание. На него положены гранитные плиты, что являются перемычкой. И нет ни одного отверстия, нет ни одной арматуры, ни анкерных болтов для того, чтобы он был закреплен. Даже до сантиметра просто залит цементный раствор, на нем он и держался. То есть больше ничего? Да. Когда памятник поднимали, верхняя часть перевесила, и он разошелся пополам, говорят строители. Изначально он состоял из двух гранитных частей. После демонтажа они не пострадали. Сейчас Шевченко в реставрационной мастерской. Памятник, вот он целый, невредимый. Сейчас будем реставрировать его. Памятник сделан из гранита. Будем полировать, чистить. Работу начнут в июне. Сейчас ждут материалы для реставрации из-за рубежа, пока памятник в разобранном виде. Кстати, теперь стало ясно, части между собой были скреплены некачественно. Это вторая нижняя часть памятника. То есть здесь с невооруженным глазом видно, на какой слой положено. То есть нет ни анкеров, вообще ничего нет. Ни закладных, ни направляющих. А на чем это все держалось? Ну, думаю, кайбоксидный клей. Вообще слой миллиметров пять. Металлические направляющие будут забуриваться в нижнюю часть и забуриться в верхнюю часть. И потом собираться. Насколько здесь много работы нужно сделать? Ну, повозиться придется, но ничего плачевного такого. То есть нужно заполировать, придать ему яркий вид. Имя Тараса Шевченко ПГУ присвоили больше 80 лет назад. В честь 125-летия со дня рождения Кобзаря. После войны в 50-е годы напротив университета поставили и памятник Шевченко. Это не первый памятник. До этого был немножко другой конфигурации. Тут были нарушены такие, ну, как бы, пропорциональные традиции какие-то, и поэтому он был заменен. Этот появился к 50-летию тогда уже пединститута в 80-м году. И автор этого памятника – скульптор Дерунов, а архитектор, наш городской архитектор Александр Владимирович Нарольский. Памятнику более 40 лет. По стаменту еще больше. Старые мраморные плиты сняли. Под ними ржавая арматура. Нужно менять, говорят специалисты. Будет полная перестройка. Основание памятника, как вы видите, в плачевном состоянии. Это все будет демонтировано, будет производиться полностью заливка нового основания. Отмечу тот фактор, что при монтаже памятника не было учтено и не просчитано даже хотя бы каких-то анкерных болтов соединения этих частей. Все будет сделано по-новому. Из нового материала, с использованием новейших технологий. Реставраторы говорят, обновленный памятник Шевченко вернут на место до 1 сентября. Редактор субтитров А.Семкин